Чистюнки Топчихинского района добровольцы просто необходимы. Село находится в 17 километрах от райцентра и при крупном и даже небольшом пожаре профессионалы порой не успевают доехать. Первыми подразделениями, которые прибывают на пожар, это подразделения добровольной пожарной охраны. Поэтому тушение пожаров без добровольцев на территории сел, ну как бы мы это не представляем себе возможным. Огонь это страшное дело, это очень страшная стихия. У меня и родственники тут порой горел двор, успели потушить, слава богу. Благодаря и рядом, и подручно все. Одежду, снаряжение и даже автомобили добровольцам выделяют, но не в том объеме, как хотелось бы. И самим добровольцам, и главам сельсовета. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас открыли нам часть здесь. Уже официально было, чтобы народ оформлен официально было, чтобы и зарплата была, и все. В зимний период времени мы не можем осуществлять в полном объеме свои полномочия. И пожарная, у нас добровольно-пожарная дружина, она практически не может выезжать на пожары, так как отсутствует теплый гараж. А вот в селе Кубанка Калманского района автомобиль добровольцы и вовсе арендует. К тому же 8 человек в дружине не так много, как хотелось бы, говорит глава сельсовета. В округе три населенных пункта, куда добровольцы выезжают нередко. У многих есть благодарности и медали за тушение серьезных пожаров. Но хотелось бы иногда поощрить и материально. Не только же пожары, отжиги. Мы в этом году такие отжиги проводили. Личное время, личный транспорт, потому что в разных местах отжиги на одной машине. А сельсовет, ну я могу купить бензин. И то не всегда. Так вот, благодаря новой концепции, которую сегодня приняли, пожарных добровольцев планируют поощрять материально. Также льготно обучать, предоставлять субсидии, строить и реконструировать здания, где располагаются дружины, приобретать одежду, снаряжение, а также спецоборудование. И это лишь несколько пунктов масштабной программы. Возможно, после того, как ее начнут реализовывать, добровольцы будут выезжать на пожары оперативнее. И работа таких дружин станет еще эффективнее. Татьяна Голубева, День с толком. Продолжение следует...